Уже в 14 раз подряд гимназия Дмитров становится местом проведения регионального конкурса творческих работ учащихся перспективный проект. Более 70 школьников из Дмитрово-Дмитровского района, Долгопрудного, Дубны, Лобни, Сергиева-Посада, Талдома, Солнечногорска и Шатурского района съехались в гимназию, чтобы представить свои исследовательские работы. На торжественной церемонии открытия участников конкурса приветствовала директор гимназии Дмитров Алла Курбатова. Кроме основных целей и задач проведения столь массового научного мероприятия, она отметила значимость этого конкурса для каждого школьника, потратившего не один месяц и даже год на разработку своего проекта. Защита сельских работ даже важнее олимпиадного движения, в котором где-то что-то можно посмотреть в интернете, где-то что-то могут подсказать еще заранее учителя. Здесь вы один на один со многими людьми, глаза в глаза. Стоит отметить, что участие в этом региональном конкурсе принимают лучшие ученики, которые были определены сначала на школьном уровне, затем на районном. И впереди у победителей этого регионального конкурса есть возможность защищать свой проект на конференциях областного и всероссийского уровнях. Для учащихся начальных классов было отведено два зала, где дети смогли разместить свои стенды. Их защита исследовательских работ представляла собой рассказ об исследовательской деятельности. Подтверждением их словам служили фотоматериалы, предметы, сделанные вручную и любая другая атрибутика, так или иначе связанная с их работой. Наибольшее скопление детей, а следовательно и их интерес, привлекла работа ученицы гимназии Дмитров Софьи Беляниной, которая не отходя от своего стенда создавала настоящий мультфильм. Мы ехали с папой в машине из Москвы, и мы услышали по радиопередачу. Там рассказывали, как создаются мультики, и нам стало очень интересно, и мы решили взять эту тему. Для более удобного снятия мультфильма мы создали мультипликационный станок с моим папой. Здесь камера, она подключена к компьютеру, и можно снимать с компьютера мультик. Создаю героев, и с помощью программы вот тут вот двигаю героя и фотографирую. Фотографирую два раза, чтобы съемка была более плавной. И после этого в программе можно посмотреть, что получилось. Над этим проектом Софья работала два года. Все это время ее помощником, наставником и другом был папа Федор Белянин. В разговоре с нами он отметил, что роли родителей в совместных работах очень значимы, как для детей, так и для самих взрослых. Нужно принимать самоактивное участие здесь, потому что у детей, у них зачастую они загораются, какую-то идею подхватывают, а потом, как только появляются трудности, они бросают. Поэтому родители должны здесь помогать обязательно. А зачем все это делается? Это другой подход в общении между родителями и детьми. То есть можно просто взять за ручку, пойти погулять, а можно вместе сделать какую-то работу. Необычный предмет с виду напоминающий музыкальный инструмент разместили воспитанники детского центра дополнительного образования «Спектр» город Дубна – Александр Спивак и Валентин Прохоров. На суд жюри они представили уникальный бутылкофон в рамках своей исследовательской работы «Музыка в стекле». Захотелось сделать такой музыкальный инструмент, который еще ни разу никто не делал. Потому что в истории такого не было, нигде не записано. Мы решили сделать наш бутылкофон диапазоном в октаву. От ноты до, до ноты до. Всего потребовалось нам 13 бутылок. Такое интересное мероприятие регионального масштаба посетил глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов. Его внимание привлек стенд с живыми цветами, рядом с которым, своей очереди на защиту исследовательской работы, ожидал Михаил Белов, ученик гимназии Дмитров. Луковичные растения – предвестники весны. Так звучала его тема. Послушав Михаила и еще некоторых ребят, Валерий Гаврилов был удивлен деловитости участников конкурса. И удивляет, и поражает, а прежде всего, что гордость за наших детей, наши дети на порядок, выше интеллектом нас. И я скажу, страну ждут большие перемены, когда вот они придут вот именно к управлению на сегодня нашей страной. Вот я поражаюсь вот реально то, что мы боялись раньше. И на самом деле это немножко проблема есть, когда поток большой информационный идет вот для них. А это, скажу, вот хорошо, когда дети впитывают то, что полезно в жизни. И это только ученики начальной школы. Взрослые ребята с 5 по 11 класса защищали свои работы уже по секциям. Литература, биология, физика, окружающий мир, география и еще несколько секций. В каждой по 10 и более учеников. В проектах по точным наукам ученики дополняли свою защиту опытами, которые они проводили прямо перед членами жюри. Ученик школы номер 6 города Ловня Илья Назаров свою исследовательскую работу в секции русский язык и литература решил дополнить визуализацией, для чего пригласил в качестве актеров своих одноклассников. Илья настолько грамотно защищал свою работу, что заслушались все – и члены жюри, и все остальные участники. Его талант к ораторскому искусству был оценен по достоинству. Точно так же, как и его исследовательская работа, написанная на одну из лободневных тем. Наша главная задача вот этого проекта являлась ответить на вопрос, неужели война – это единственный выход из какой-либо ситуации. И опирались мы, чтобы ответить на этот вопрос более грамотно и четко, опирались на литературный материал. А если быть конкретным, то на произведения таких всемирно известных писателей, как Льва Николаевича Толстого и Михаила Александровича Шолохова. К их удивительным романам «Война и мир» Льва Николаевича Толстого и «Тихий дон» Михаила Александровича Шолохова. Анализируя, составляя все, производя такой анализ, мы пришли к выводу. Конечно, нам еще помогает и вот событие, которое сейчас происходит в мире. Мы все-таки сделали вывод, конечно же, что война никогда, не просто не должна являться, она не обязана быть каким-либо выходом из любой ситуации. Потому что война – это не попытка решить конфликт, а лишь его усугубить и достичь каких-то личных корыстных целей и задач. Ученики, занимающиеся исследовательской деятельностью и готовые вот так открыто представлять свои работы, безусловно, не потеряются в этом огромном мире. Уже сегодня они могут мыслить, а значит, и в жизни найдут себе применение. Возможно, совершат очень важные научные открытия.